Время новостей. На Абаза ТВ. Здравствуйте. Коротко о главном. Новое лицо главного документа. До 2016 года все граждане Абхазии обменяют паспорта. Ждали 22 года, отремонтировали за два дня. Многоэтажка на Гумистинской больше не утопает в собственных стоках. Обо всех в одном сборнике. Торгово-промышленная палата Абхазии презентовала седьмой каталог предприятий страны. Начнем с главной международной новости. На длившихся почти 16 часов минских переговорах с участием президента России, Франции и Украины, а также канцлера Германии, удалось договориться о прекращении огня в зоне конфликта в Донбассе с полуночи 15 февраля. Лидеры государств также договорились об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Все это прописано в документе под названием «Комплекс мер по выполнению минских соглашений», состоящем из 13 пунктов, которые подписала контактная группа по регулированию ситуации на Украине. Десятый пункт договора предусматривает вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ и разоружение всех незаконных групп. Первое, договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля. Вторая позиция, которая я считаю чрезвычайно важной, это отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября прошлого года, минских соглашений для ополчения Донбасса. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел рабочее совещание с участием председателя Верховного суда, руководства Генеральной прокуратуры, министра внутренних дел, руководителя администрации, президента-заместителя секретаря Совета безопасности. Обсуждались вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов и их взаимодействия. И сразу после этого глава государства провел еще одно рабочее совещание по вопросам скорейшего завершения строительных работ по всем переходящим объектам, включенным в список инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Рауль Хаджимба потребовал от всех подрядчиков неукоснительно придерживаться сроков выполнения строительных и отделочных работ и сдать все объекты к концу текущего месяца. «Я беру каждый из этих объектов под свой личный контроль», – сказал президент Рауль Хаджимба и поручил главам городских и районных администраций ежедневно докладывать о ходе завершения работ. Об этом сообщает пресс-служба президента. Выдача абхазских паспортов нового образца завершится к 2016 году и на выборах в органы местного самоуправления граждане Абхазии будут голосовать уже по этим документам. Данному вопросу была посвящена пресс-конференция первого вице-премьера Шамиля Адзинба. На днях он вернулся из рабочей поездки в Москву, где провел переговоры с представителями унитарного предприятия «Гознак». Там же был утвержден окончательный образец нового паспорта гражданина Абхазии, который вице-премьер также продемонстрировал журналистам. Новый образец паспорта, представленный журналистом, первым вице-премьером, был изготовлен на российском предприятии «Гознак». Комиссию, которая занимается изготовлением документа, возглавляет художник Тимур Кайтан. Основным цветом нового паспорта, решением комиссии, был выбран зеленый. И это, отмечает Шамиля Адзинба, не случайно. Он будет зеленого цвета, то есть цвет, который первый президент выбрал, дал команду. Я думаю, что менять это все не стоит. Новые абхазские паспорта будут гораздо лучшего качества по сравнению с предыдущими. Предусмотрена и высокая степень защиты. Мы не хотим и не отшила на мыло. Мы будем печатать великолепные паспорта, современнейшие, те, которые сегодня даже критерии, я считаю, это критерий, защищенность паспорта Российской Федерации, внутренние, служебно-дипломатические. На этом уровне точно такие же паспорта будут по качеству, даже постараемся сделать еще круче. Кардинально изменится не только качество бумаги, обложки и степени защиты нового паспорта, но и сама система выдачи паспортов. Паспортно-визовую службу Абхазии оснастят новым оборудованием, создадут и большую электронную базу, на основе которой в дальнейшем можно будет выдавать и пенсионные удостоверения. Мы тут же подняли вопрос, именно я почему, потому что могли поехать технорист, спецы, то есть решить вопрос по полиграфии, вопрос именно создания новой системы выдачи паспортов. Это техоснащение нашего ОВИРа и плюс сам принцип выдачи и как это будет централизовано по районам и так далее. Паспорт – это главный документ гражданина страны, и отношение к нему должно быть соответственным. Получение удостоверения личности должно проходить в соответствии с законом, а не как это было в последние годы, подчеркнул Адзинба. К сожалению, нашим паспорт мы превратили в простую бумагу, раздавали кому направо, налево. Гастарбайтера много, очень много, я знаю, поверьте мне, два – это уже много, три уже много. Журналисты также поинтересовались предполагаемой стоимостью паспорта, на что Шамиль Адзинба пока ответить затруднился. Стоимость паспорта, при том, что если мы будем заказывать 100 тысяч экземпляров, это пока предварительное коммерческое предложение было, будет стоить 149 рублей там в Москве, без транспортных, иных расходов, потому что там еще работа паспорта нашей службы, доставка и так далее. Касаясь темы российских загранпаспортов, вице-премьер подчеркнул, что новый график должен улучшить ситуацию на Званба-9. Однако, если мера с расграничением операций на дообеденное и послеобеденное время не поможет, будут приняты и радикальные меры. Возможно, одна из служб переедет в другое здание. Он также отметил, что многие люди не торопятся забирать уже готовые паспорта. Поменяйте 5 тысяч паспортов, люди не берут. Паспорта лежат там просто грузом вот так. И, кстати, я хотел бы, пользуясь моментом, сказать, обратитесь, заберите свои паспорта. По инструкции, в течение одного года паспорт ожидает своего хозяина, через год он будет аннулирован. В скором времени начнется процесс обмена паспортов. Стихийно он проходить не должен. Сейчас правительство как раз пытается принять меры для того, чтобы люди, беспрепятственно, не простаивая часами в очереди, начали обменивать удостоверение личности. По предварительным данным, пакет документов придется собирать заново. Это необходимо для создания единой базы. Вместе с тем, процесс паспортизации должен проходить в темпе. К 2016 году граждане Абхазии будут голосовать на выборах в органы местного самоуправления по новым паспортам. Теперь подробнее об изменениях в графике работы консульского пункта, расположенного в Сухуме на улице Званба, о котором сказал Шамиль Адзенба. С 16 февраля по новому расписанию с 9 часов 15 минут до половины первого дня можно будет только подать заявление на оформление новых российских загранпаспортов у граждан, имеющих талоны предварительной записи. А с 14.15 до 16.30 по рабочим дням будет осуществляться только выдача паспортов, оформление визы, свидетельство на возвращение, легализация документов, прием заявлений по вопросам гражданства, ЗАГСа и прочие услуги. Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, обязаны уведомить об этом ФМС России в случае въезда на территорию Российской Федерации. За нарушение указанных сроков подачи уведомления предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей, а за неисполнение этой обязанности уголовная ответственность вплоть до принудительных работ сроком до 400 часов. Это предусмотрено законом о гражданстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Заседание Сухумского городского суда по делу об избиении Аслана Цамбова, инспектора службы отдельной роты, патрульно-постовой службы милиции УВД, перенесено на 23 февраля. Соответствующим ходатайством к судье обратился защитник потерпевшего. Адвокат Зарандия сослался на то, что не успел ознакомиться со всеми материалами дела. Я изучил материал уголовного дела, у меня времени такого не было. Я написал заявление, чтобы до 20-го числа отложить этого дела, рассмотрение этого дела. Огласим его, пожалуйста. Давайте. Так что будьте любезны, отложите сегодня, дайте мне до 20-го числа изучить материал уголовного дела. Прошу уголовное дело рассмотрением отложить для изучения уголовного дела на 10 дней. Адвокат Зарандия. Гособвинение, вам слово. Успокойся, да. Защита. Я думаю, что надо дать возможность ознакомиться. С материалами уголовного дела. Напомню, 13 ноября 2014 года лейтенант милиции Аслан Цамбов и инспектор ДПС Эраст Абиджба во время несения службы остановили для проверки автомобиль. В это время к патрульной машине подъехал автомобиль «Лексус», за рулем которого находился Инал Ахуба. В салоне авто находились Руслан Цвижба и Тимур Начкебия. Позже к ним присоединились Нарсоу и Ишсоу Жиба. Все они начали провоцировать сотрудников милиции на конфликт, выражались в адрес правоохранителей нецензурной бранью и пытались нанести им физические увечья. Сотрудники милиции по рации вызвали подкрепление, но к моменту приезда дополнительного наряда представителей власти нападавшие уже избили и скрылись с места преступления. Их преступные деяния зафиксировала камера видеорегистратора. В республиканском военном суде начался процесс по уголовному делу об убийстве курсанта Сухумской школы милиции Мираба Гиргидава. В его убийстве обвиняют однокурсника Гарри Калайджана и военнослужащего госслужбы охраны высших органов власти Абхазии Тиграна Тарасяна. Напомню, 19 сентября обвиняемые якобы под предлогом приобретения наркотического вещества марихуана на автомашине завезли в безлюдное место лесного массива Гулрыбского района Гиргидава-Мираба. Там они выстрелили ему три раза в голову и нанесли ножевое ранение в область сердца. Затем труп спрятали, укрыв ветками деревья. В ходе следствия убийцы были установлены. Вину свою они признали. Предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Заседание суда было отложено на первую декаду февраля из-за неявки свидетелей. Об этом сообщает интернет-портал Айайра. К другим темам. Развивать сотрудничество с российскими коллегами предстоит главным врачам медучреждений Абхазии. О будущих договорах с Министерствами здравоохранения Кабардино-Балкарской республики Северной Осетии, Ставропольского края и их реальном наполнении журналистам рассказал министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов, на днях вернувшийся из своей поездки на Северный Кавказ. Около 20 российских лечебных учреждений федерального значения Ставропольского края Кабардино-Балкарской республики и Владикавказа посетил министр здравоохранения Абхазии в ходе недельной поездки на Северный Кавказ. И везде, отмечает Анзор Гоов, российские врачи готовы к широкому сотрудничеству еще до подписания официальных документов, лечить пациентов из Абхазии, работать в нашей республике вахтенным методом, а также принимать абхазских врачей на стажировку. Привлекательны для нашего Минздрава и цены на медицинские услуги в Кавказском регионе. Они даже до подписания соглашения готовы принимать наших больных. То есть там ценовая политика намного ниже, чем мы отправляем больных в Москву. Они многопрофильные, кстати, у них федерального значения. То есть те же самые операции, те же самые исследования, что делаются в Москве, там тоже делаются. Подсидеть там, конечно, ниже, но качество не хуже. Они готовы даже до подписания принимать наших больных. Раз. Второе. Готовы принимать наших врачей на стажировку бесплатно по всей специальности. То же самое вот сейчас мы график сделаем, чтобы они приезжали сюда вахтенным методом. Такие же точные условия, конечно, были. Я потом посетил Минздрав Кабарной Балкарии, посетил также кардиологические центры великолепные. То есть там везде делается и стентирование, и исследование, и операции на забедренных суставах. Все те операции лечения, что делаются в Москве, там тоже самое делается. Управление курортами Кабарной Балкарии объявило, что в два раза, то есть на 50% скидки делают для жителей Абхазии на курортное лечение. По словам ГООВа, открытость и готовность к сотрудничеству одинаково демонстрируют во всех посещенных им регионах Северного Кавказа. Минздрав Абхазии сегодня имеет представление об основных аспектах будущих соглашений о сотрудничестве. Но их развитие, по убеждению Анзора ГООВа, в руках главных врачей, которые в буквальном смысле должны перенять эстафету международного сотрудничества. Наполнение этих соглашений будет зависеть от главных врачей наших, от их расторопности и от их взаимодействия с этими центрами. По тем отделениям, в которых у них есть какие-то пробелы, они могут на себя вызвать, туда отправлять, то есть они даже взаимодействуют между собой, главные врачи. То есть это не работа Минздрава, это работа теперь будет главная. Наша задача была с Минздравом заключить соглашение, а наполнение его содержимым будет зависеть только от главных врачей. Одним из итогов взаимодействия с Минздравом России можно считать и намеченную на август в Сухуме Всероссийскую конференцию урологов. Кроме того, в конце прошлого года были заключены соглашения о сотрудничестве с двумя крупными московскими клиниками. С клиникой Рошаля, это нейрохирургия и травматология экстремная, уже подписано соглашение. Также подписано Центром охраны здоровья детей, это академик Баранов Иосифович, уже подписано соглашение. Там условия такие же, то есть обучение наших специалистов, повышение бесплатное, присылайте, и они будут сюда приезжать. Немало абхазских студентов-медиков в последние годы заканчивают северокавказские медицинские вузы. Также я посетил медицинский факультет Кабарна-Багазского госуниверситета, посмотрел успеваемость наших студентов, там 28 студентов. В принципе, преподаватели довольны нашими студентами. В Осетии один наш мальчик учится, в Абхазии тоже, о нем отзывы очень теплые, очень хорошие. То есть я сделал такую инспекционную повестку, проверил наших студентов, как они занимаются, и в то же время посмотрел, что могут делать. Сегодня еще раз подчеркнул министр, все будет зависеть от расторопности и готовности к взаимодействию с российскими коллегами наших врачей. В ближайшую субботу Анзор Гоу встретится с главой Министерства здравоохранения Краснодарского края в Сочи. Жилуправление администрации города Сухум возглавил герой Абхазии Сергей Матасян. Нового руководителя коллектива жилуправления представил исполняющий обязанности главы администрации столицы Адгур-Харазия. Сам же Сергей Матасян отметил, что никаких кадровых перемен с его приходом в управление не будет. Он надеется, что в работе на этой должности ему поможет опыт, полученный в период парламентской деятельности, а также в системе правоохранительных структур. Об этом сообщает отдел информации администрации Сухума. Единый расчетный центр прекратил свою работу. Теперь горожане будут оплачивать коммунальные услуги в домоуправлениях. Об этом исполняющий обязанности главы администрации Адгур-Харазия сообщил на совещании с начальниками домоуправлений и другими руководителями. Он также обязал всех домоуправов и руководителей городских служб в тесном сотрудничестве в короткие сроки выработать механизмы для реализации этого решения, сообщает отдел информации администрации столицы. В доме номер 19 по улице Гумистинской, что в новом районе Сухума, заменили часть трубы. Совпало это или помог наш репортаж, вышедший в эфир в прошлую пятницу, это уже не важно. Главное, что 20-летняя проблема наконец разрешилась, а наша съемочная группа вновь вернулась на место, которое еще совсем недавно было залито канализационными стоками. Отцепленный красной лентой новенький люк и засыпанный землей траншея красноречиво говорят о том, что совсем недавно здесь завершились ремонтные работы. Заменена часть канализационной трубы. Меньше недели назад в эфире «Обаза ТВ» мы рассказывали о коммунальном бедствии этого дома. Двор был затоплен канализационной водой. Сегодня картина совсем другая. И хотя жители многоэтажки благодарны за ремонт, которого они дожидались более 20 лет, сегодня они беспокоятся, что их двор останется в таком же перекопанном состоянии. Да, спасибо за то, что откликнулись. Вот вы нам помогли, конечно. Пришли, два дня работали, трубу поменяли. Говорят, уже все нормально, не знаем, насколько это. Время покажет, как говорится. Я хочу поблагодарить ЖКХ, то есть Управление жилищно-коммунальных услуг, что они поменяли наконец эту магистраль. В данный момент вода не течет, но я хочу сказать о том, попросить хочу, обратить внимание, что это не закончена еще работа. Никакого асфальта, никакого порядка, все как было. Со стороны, когда смотришь, абсолютно никакого порядка нет. По всей видимости, жителям Гумистинской 19А еще довольно долго придется пробираться через лякоть и грязь. Заасфальтировать двор в ближайшее время вряд ли удастся. То, что казалось нашей службой, мы как бы выполнили. Мы заменили часть канализационной трубы, мы восстановили колодец разрушенный. То есть, вот свою часть мы выполнили. Далее, конечно, асфальтирование, ну, я не знаю, это в ближайшее время, не могу сказать. Можем только выровнять, ну, подсыпать каким-то инертным материалом. Все дело в том, что асфальтовые заводы в Абхазии пока не работают. Дожидаются больших заказов. Придется подождать и жителям этой многоэтажки. Главное, чтобы про них не забыли, когда начнется производство асфальта. Торгово-промышленная палата презентовала седьмой ежегодный каталог предприятий Абхазии. В новом издании информация обо всех предприятиях республики и их контакты. Также палата впервые издала русско-английский разговорник, который может помочь предпринимателям быстрее и проще налаживать отношения с иностранными партнерами. Все подробности праздничного вечера в репортаже Амелии Асатурян. На презентацию нового каталога предприятий Республики Абхазия торгово-промышленная палата в полном составе собралась в ресторане «Ирцах». Здесь же состоялась и презентация русско-английского разговорника. Учитывая то, что торгово-промышленная палата в Абхазии работает уже более 12 лет, она имеет большой багаж предприятий, с которыми сотрудничает. Их руководители были приглашены на это торжественное мероприятие. Многие из них удостоились наград в трех номинациях. Мы решили учредить номинации почетного члена торгово-промышленной палаты, учредить медаль торгово-промышленной палаты и медаль вручения коллективу, тому, кто отличился. И плюс, так как мы ежегодно издаем каталог, совместить еще презентацию каталога. Десяти руководителям предприятий были вручены серебряные медали почетного члена ТПП. Среди них руководители компаний «Амобайл», «Каскад-М», руководитель отеля «Атриум Виктория», такси «Горуда-экспресс» и другие. Все они отмечают важную роль торгово-промышленной палаты для республики. С торгово-промышленной палатой мы с отличием дом. В очень хороших отношениях есть руководителям, есть с персоналом. Трудово-промышленная палата активно подвигает имя Абхазии на мировую сцену, на германию. Они, конечно, делают очень большое дело для Абхазии. Недавно я оказался с ними в поездке в Турцию по их приглашению и видел то, как люди принимают тепло в нашу страну, то есть в их лице нашу страну. Эта работа достигалась не так просто, не так быстро, я думаю. И вот это, наверное, самый большой вклад, который может принести вообще торгово-промышленная палата, и который она уже принесла. В презентованном каталоге предприятий республики можно найти много полезной справочной информации, начиная от кодекса чести абхазского предпринимателя, заканчивая рекламой местных туристических ферм. Наш каталог ежегодно содержит и охватывает все предприятия республики Абхазия. Если в прошлом году в каталог входило порядка полутора тысяч предприятий, то в этом году, конечно же, в разы увеличилось. Также она содержит экономические составляющие республики. Там представлена наглядная реклама предприятий абхазских предпринимателей. По окончании официальной части участники смогли пообщаться в уже неформальной обстановке. Завершился вечер праздничным банкетом. Амелия Асатурян, Науран Кваб, Абаза ТВ. Совместный интернет-аукцион МВД и фонда Ашана собрал 1 млн 751 тыс. рублей. Как сообщили корреспонденту Обснепресс в отделе проекта фонда, из собранных денежных средств 1 млн 372 тыс. уже направлено на лечение тяжелобольных детей. Оставшаяся сумма перечислена в резервный фонд. За все время аукциона, начавшегося в августе 2014 года, цены на красивые номера варьировали от 20 до 200 тыс. рублей. Российско-Абхазский проект «Горная Абхазия. Времена года» стартовал. К нему участники уникальной для всего Кавказа экспедиции готовились 5 месяцев. И вот уже сегодня они шлют нам привет с верхней Аватхарской поляны. Это первая из пяти запланированных зимних экспедиций, каждая из которых продлится 10 дней. Команда побывает в труднодоступных горных районах Абхазии, где величина снежного покрова достигает 8 метров. Проект вновь расскажет миру о неповторимой красоте высокогорной Абхазии, удивительном мире, нетронутом цивилизации и потрясающем своей чистотой и благородством. Во время экспедиции будут проводиться метеорологические и гидрологические исследования горных районов, изучение и анализ снежного покрова, сборы, предоставление экспертной информации о климатических особенностях гор. Члены экспедиции – профессионалы горного туризма и творческая группа. В завершении моей части выпуска информация от синоптиков. В пятницу в столице Абхазии облачно с прояснениями. Температура воздуха днем и ночью – 11 градусов тепла. У меня на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова